Чё ты врёшь, что ты корвалол пила? Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами сегодня будут вот такие вот котлеты, которые состоят из нескольких слоёв. Здесь картошка. Давайте сейчас разрежу и вам покажу в разрезе. Шикарное настроение, я уже поправилась. Давайте я вам вот так вот в разрезе покажу. Я надеюсь, что вам видно. Это котлетка. Сверху там идёт слой из картошки, потом сметана, потом, значит, морковка и затем уже плавленый сыр. Выглядит просто потрясающе. Потрясающе, это моё любимое слово. И пробуем. Обалденно просто. Особенно вот эта верхняя шапочка. Маслины у меня остались с прошлого видео. А ещё мама сделала вот такие цветочки. Вот такая вот котлетка из нежной-нежной баранины. Люблю я баранину. А ещё у нас здесь вот такой вот напиток, который я никогда в жизни не пробовала. Я вам показывала на инстаграме, что приобрела и спросила у вас, кто-то пробовал этот напиток или нет, советует или нет. Ну так, немножко, знаете, странно. Я не могу сказать, что вау. Хотя мне нравится всё. Какие-то семена непонятные. Но я думаю, что к концу видео мне уже будет это нравиться. Кушаем дальше. Возвращаясь к вопросам из инстаграма. Меня очень часто спрашивают, вот после того, как я в видео сказала, что я очень люблю откладывать деньги. Кстати, в прошлом видео я сказала, что я люблю откладывать деньги и всегда откладываю. Мне в зависимости от того, нужно мне что-то или нет, обязательно 30% я трачу, и всё остальное я оставляю. В этом месяце, например, большие расходы. Это техника может быть. Новый ноутбук или что-то такое, да, понимаете? И эти деньги я всегда вычитываю не из тех денег, которые я должна отложить. А из тех денег, которые я должна потратить. В прошлом видео я вам сказала, что до следующего лета я коплю кое-что. И на моё удивление, я не знаю, как вы это отгадали, все там написали в комментариях, что скорее всего, то, на что ты копишь, это машина. Да, вы угадали, ребята, это на самом деле машина. Я не хочу супер дорогую машину. Но есть конкретная модель, которую я хочу купить. А я почему об этом никогда не говорила? Потому что я считаю, когда человек очень многому солит тему того, чего он хочет добиться, в конце ничего не получается. Вот поэтому до последнего я не хотела рассказывать вам про это. Да и вообще, все уже и так, и так догадались. Сразу скажу, прав у меня, к сожалению, нет. Их я также хочу получить до следующего лета. Надеюсь, все будет так, как я хочу. Вот здесь сметанка. Сметанка как в тему. Как вкусно, ребята, вообще. Попробуйте. Обалденно. Просто обалденно. Вот я не могу сказать, что я прям всю жизнь мечтала о машине в университетские годы и так далее. Нет, абсолютно. Желание взаиметь машину у меня появилось сравнительно недавно. Изначально я копила просто деньги. Копила не прям на что-то. Вот. И я не хочу дорогой автомобиль. Пока что. Пока я не умею водить. Пока я ее буду царапать. Мне жалко. Поэтому для начала я хочу приобрести дешевый какой-то автомобиль, который я буду водить 2-3 года, потом поменяю. Уже на тот, на который я хочу. Конечно, мы предполагаем, а бог располагает, но... Я бы очень хотела с ветром каким-то салоном. Чтобы был какой-то бежевый салон. И еще, кстати, меня под прошлым видео спрашивали, как я отношусь к ипотеке. Как ты считаешь, стоит ли брать ипотеку на 30 лет? На 20 лет? Взяла бы ты. Я не знаю, как моя жизнь сложится и какие у меня будут обстоятельства и так далее. То есть, загадывать такие вещи вообще абсолютно нельзя. Потому что мы не знаем, что будет завтра и как наша жизнь вообще изменится. Но на данный момент я думаю, что я могу и накопить на квартиру, чем брать ее в ипотеку. Либо я допускаю вариант краткосрочной ипотеки. У нас она прям легко дается. То есть, это ипотека напрямую от застройщика. Без участия банка. Как там получается система. То есть, пока здание строится, ты в течение максимум 5 лет выплачиваешь этот долг. И все. Вот такую ипотеку я бы взяла. Но на 30 лет, на 20 лет. Мне страшно представить, что будет через 30 лет. Поэтому я не готова, на самом деле. И с одной стороны, даже это выгодно. Получается, что жилье дорожает с каждым днем. Вот эту вот квартиру нашу, когда покупали, она стоила в два раза дешевле. Хотя мы ее покупали лет 7 назад. А сейчас эта же квартира стоит ровно в два раза дороже. Получается, если бы мы ее взяли в ипотеку, мы опять бы выигрывали. Потому что инфляция и вообще жилье с каждым днем дорожает. Но вот эта мысль на протяжении всей твоей жизни, что ты кому-то должен и каждый месяц ты должен отдавать энную сумму денег, это меня убивает. вкуснотища просто, ребята. Вот напиток, не знаю, не очень, не мое немножко. А вот это просто божественные котлетки. Из нежнейшего просто мяса. Я совсем забыла. здесь у меня новый слобода с грибным соусом. Я не знаю, насколько он новый, но к нам завезли его недавно. И я никогда его не пробовала. Пробую в первый раз. Я взяла один раз слобода чесночный. Он мне вообще не понравился. Это ужас какой-то. Можно сказать, просто этот тюбик я выбросила. Теперь пробуем этот. немножко с кислинкой. Я с кислинкой не очень люблю. Пробуем. Ну, со вкусом Цезарь салата. Был вкусный. Сырный, обалденный. Чесночный, ужасный просто. Этот пока что ни туда, ни сюда. Ну, в процессе уже использования я вам уже точно могу сказать о сложившемся впечатлении, потому что часто бывает такое, я продукт пробую впервые, и он мне, например, не нравится. А потом пробую второй, третий раз, потом нравится. Вот этот напиток я честно мне не очень нравится, хотя он стоит в три раза дороже, чем обычная кола или пепси. Может он какой-то полезный, я не знаю. Как-то нет, вот эти вот семена, они как-то попадают в рот. Не очень приятное ощущение, если честно. Мама сделала цветочек. из морковки. Возвращаюсь к теме ипотеки. Так вот, например, у меня есть энная сумма денег, и я могу себе купить однокомнатную квартиру. Другие, например, на моем месте пойдут и купят трехкомнатную в ипотеку, и будут потом ее выплачивать, и думают, зачем однушку, лучше сразу же брать трешку, ну и что, что в ипотеку потихоньку заплачу. А я на самом деле считаю, что лучше пусть будет однушка, но она будет конкретно моя, и уже за нее будет все заплачено. Вообще, само слово кредит немножко меня угоняет в депрессию. На мой взгляд, это тоже ответственность. завтра не дай бог тебя уволит. Даже дело не в увольнении. Завтра просто у фирмы дела могут пойти плохо. Моя зарплата зависит от того, сколько всего я продам. То есть, издельная у меня издельная у меня. Я, с одной стороны, очень рада, что у меня именно издельная зарплата, потому что когда у меня фиксированная зарплата, у меня нет особо, знаете, мотивации работать. А она должна быть. То есть, я должна видеть результат своей деятельности. Я из тех людей, которые не могут делать вид, что они работают. Когда я пошла работать в строительную компанию, в другую, до того, как я устроилась к двоюродному брату, вы знаете, там большинство девочек специально делали вид, что они работают. Я даже говорила одной девочке, слушай, ты идешь на обед? У нас уже время обед. И она мне говорит, директор, пусть сначала пойдет на обед, потом я пойду. Я говорю, какая разница, у нас сейчас обед начинается, это наше право. Почему мы не можем пойти покушать? Она говорит, нет, как-то нехорошо. Я говорю, что нехорошего-то? В общем, я не умею делать вид, что я работаю. Моя работа видна по окончанию. То есть, по проделанной работе я предоставляю отчет, и там видно, сколько всего я сделала. Но вот именно в этой строительной компании я заметила такую вещь, что люди очень часто делают вид, что они так переживают, делают вид перед начальством, что они так много работают. Даже вот она чисто просто открыла компьютер и типа смотрит туда. То есть, вот с такими вещами я столкнулась, и поэтому мне нравится сдельная работа. Здесь мой начальник видит, сколько всего я проделала и сколько я получила. так что... Я честно не умею подхалимничать, не знаю, подлизываться к начальству. Может быть, поэтому у меня и не сложилось в строительной компании, в первой, в которой я работала. Я очень часто высказывала свое мнение там, где мне не говорить лучше не надо. Вообще, я считаю, что все мы свободны, и работодатель это не бог, я так считаю. То есть, он должен учитывать интересы и наши. Поэтому я сейчас работаю там, где мне безумно нравится, там, где нету такого понятия, что я начальница, это мой подчиненный, все работают как будто в команде. Вот такое я люблю. Что же самое касается, например, Ютуба. Здесь тоже как бы сдельное, понимаете, сколько снял видео, столько и получил денег. Вы видите, как я часто снимаю, как много я тружусь, да? Я очень трудолюбивый человек. или начинаю, знаете, перед начальством. Вчера товар не привезли, я так переживала, выпила три таблетки корвалола. Меня прям стошнило, господи. Ты не получаешь ни копейки из того, что товар пришел или не пришел, у тебя просто фиксированная заработная плата. Че ты врешь, что ты корвалол пила? Честно, бесит такие вещи, вот я не могу молчать. Вкусная ша. Обожаю маслины. В каждом видео об этом говорю. Кстати, как вам такой задний план? Настроение хорошее вообще. И давайте еще поотвечаю на несколько вопросов, а то попросила задать вопросы и ни на что не отвечаю. Очень частый вопрос, который мне задают, какой сериал я смотрю, смотрю ли вообще сериалы. На самом деле нет, не смотрю. мне больше нравится просто блогеров смотреть, чем какой-то сериал длиннющий. Но мне очень нравится Yerja'i. Это ветреный по-русски. Я смотрю на турецком языке. Ребят, если вы не знаете турецкий язык, вы очень многое потеряли. Почему? Потому что Yerja'i настолько интересен в турецком языке. Какой-то перевод тупой реально. Как-то выражение фразы, движение как-то не так получается, как в оригинале. вкусняши просто. Что тебя вдохновляет? Меня всегда всю жизнь вдохновляли люди всесторонние, люди, которые везде преуспевают, которые много чего делают. Последнее, что осталось, это листик салата тоже съедим. Я люблю салатик. пять признаков влюбленного парня. весь парень вас влюблен. Он будет вам постоянно писать и доброе утро, и спокойной ночи. Будет проводить с вами как можно больше времени. И вот эта отмазка, типа у него нету времени, у него много дел. Это все полнейшая чушь. лично для меня. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также сегодня будет второе видео. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. Всем пока!